В совокупности занимает 70% рынка. Я не вижу смысла в четкости прихода и ухода, поэтому у нас совершенно свободный график. Это где-то около 60 книг в год, я читаю. То есть я реально не контролирую, но я люблю, чтобы у человека был четкий, понятный, заполненный план. Добрый день, меня зовут Амиройтон, я президент клуба молодых бизнесменов. Я в гостях у Данила Балабана. Данил, привет. Привет. Данил, чтобы было понятно, как мы построим разговор, вкратце расскажи, что сейчас происходит в твоей жизни, чем ты занимаешься и что в твоих владениях находится сейчас. Что происходит в моей жизни? В моей жизни происходит наше дело, и в моей жизни происходит семья, плюс какие-то мои уличения. Наше дело – это много проектов, это один проект, это один бизнес, это один холдинг. Вот если бы было понятнее, что в твоей, так сказать, власти? Ну, наверное, слово «власть» слишком сильное. С учетом того, что у нас семейный бизнес, то она у нас очень гармонично так распределяется на всех участников. Чем мы сейчас занимаемся? У нас есть собственное производство. Это самое большое производство по направлению прохладительных напитков, питьевых вод. И у нас есть собственная дистрибьюторская компания, которая занимается дистрибьюцией этих продуктов, ну и плюс дистрибьюция ряда других продуктов, которые мы завозим. Значит, в рамках этого большого проекта есть много-много разных других проектов, которые мы запускаем, запустили, над которыми работаем. Есть еще несколько направлений, куда распространяются наши бизнес-интересы. То есть дел достаточно много. Но если, допустим, взять, было, допустим, понятно зрителям, бренд, который сейчас имеется у вас, он называется... Бренды. Бренды. Это достаточно большое количество. То есть получается, есть холдинг, и в этот холдинг ходят ряд известных брендов. Да. Есть бренды, которые занимают сейчас лидирующие позиции. Ну, наверное, это Бренд Ом, это Гура Кайнарова, это, наверное, самый такой старый бренд в нашей линейке, с которого мы фактически начинали, но которое сейчас занимает первое место по потреблению на рынке Молдовы. И, ну, то есть ряд других брендов, которые у нас есть, их больше 12, которые в совокупности занимают, если мы говорим о питьевых водах, это практически 70% рынка, даже чуть больше, а среди прохладителей напитков это... 70% всего молдавского рынка? Да. Хороший показатель. Да. 73, если быть точным, и 55% в направлении прохладителей. То есть, получается, один из брендов ходит в холдинг Акватрейт, и это все связано с водой? Это все связано с водой. С водой. А вот почему именно фокусировка вода? Почему, допустим, не состоять какие-то продукты питания, либо это сфокусировка? Во-первых, есть свой уровень логистики, который, как это, заточен под этим продуктом. Во-вторых, есть определенный уровень фокуса. Если бы мы сейчас распространялись и были бы большим складом, который довозил бы большое количество продуктов, мы бы, скорее всего, рано или поздно пришли бы ни к чему. Поэтому мы сфокусировались на именно этих направлениях. И то торговый персонал крайне загружен. То есть, это бренды, которые предполагают большое количество SKU, а их достаточно много. Поэтому нет смысла заниматься еще чем-то в данном случае. В общем, мы сфокусировались именно на этом. Плюс у нас само производство заточено конкретно под водителем. Мы с этого начинали. Но и достигли достаточно неплохих результатов. А если, допустим, взять в целом компанию в твоем подчинении, сколько людей? Ну, если мы говорим, так как я, кроме того, что принадлежу к семье, к которому принадлежит бизнес, к которому принадлежит больше тысячи человек. Больше тысячи, это во всем холдинге? Больше тысячи человек. Значит, то я лично чувствую ответственность за всех этих людей. А в прямом почтении? А если говорить, в прямом подчинении людей, то так как я занимаюсь маркетингом, то есть у нас в сравнении с этой тысячей достаточно мало человек, это около 12, но вообще это не маленький отдел. 12 человек, которые занимаются развитие наших брендов. Всех брендов? Да, развитие всех брендов на территории из Библии Бомбина. То есть, если так взять, ключевая твоя компетенция это маркетинг? Да, маркетинг и продажи, однозначно, потому что все мы начинали с продаж, тогда еще маркетингов, там было понимание, которого мы понимаем, мы сейчас не было вообще, поэтому вначале были продажи, а потом маркетинг. Вот по твоим личным ощущениям, ведь можно многое сказать, так как это семейный бизнес, и ты принял в нем участие уже, наверное, в сознательном возрасте, либо как это? Ну как, относительно сознательно. Я принял в нем участие с первого его дня. Я помню первый день. А сколько лет назад это было? Как это все начиналось? Это было 24 года назад. Мне было 9 лет. То есть, я помню первый день, как мы начинали, запускали с первого дня, я фактически работаю. То есть, у нас родители никак не... дистанцировали от бизнеса, поэтому я прошел все этапы, которые только могут пройти. То есть, а начинал тыщил, получается? А начинал с элементарного перетащить с бутылки или ящики с одного места в другое. Было очень много ручного труда. Я клеил этикетки на бутылку. Потом... Я был грузчиком, я был руководителем склада, потом я работал в продажах и так далее. Ну, то есть, я прошел фактически с самых низов. Ну, а сейчас ты директор по маркетингу. А сейчас я в нашей компании занимаюсь маркетингом. Ну, я не совсем сосредотачиваюсь для того, чтобы быть успешным. Да, то есть... Я не могу сказать, что я сосредотачиваюсь только на маркетинге. Я стараюсь ссувать нас абсолютно во всем, что у нас происходит. Это и персонал, и маркетинг, и продажа. Я достаточно часто езжу на производство. Я очень люблю производство. Я очень много лет я там проработал. И у нас там структурные большие изменения происходят, в которых я принимаю участие. Поэтому, то есть, мне интересно абсолютно все. Я сую в нос абсолютно все. Бывает же такое, что, ну, понятное дело, если бы я был сыном, либо дочью, я бы тоже мог бы очень рукой войти в компанию и рулить, и руководить. Ничего в этом сложного нет. Либо ты как считаешь, что твоя компетенция и то, что ты приносишь компании, это большой вклад лично твой, либо это семейный бизнес, он и так идет, как бы, тут ничего сложного нет, все налажено. Ну, во-первых, то, к чему бизнес пришел, да, к определенному, там, уровню, без моего, может быть, прямого участия, да, влияния на него, и потом удержать и усилить все, все, все это дело. То есть, это, то есть, и одно важное, да, одно второе, то есть, когда ты зашел на пьедестал, удержать пьедестал, иногда гораздо сложнее. Тем более, мы сейчас работаем в такие времена, когда изменения происходят в разы, да, быстрее. То есть, уровень твоей ошибки семь лет назад или восемь лет назад, он не сопоставим с уровнем той ошибки, которую ты можешь допустить сейчас. То есть, последствия этой ошибки будут гораздо более серьезными. Поэтому, то есть, я не могу сказать, что я пришел на все готовое, потому что я участвовал в этом с первого дня. А с точки зрения принятия решений, да, так как у нас наши родители, то есть, они сейчас полностью, практически полностью отошли. То есть, они у нас вот такое чисто рекомендательное и консультационное такое вот направление. А фактически всем бизнесом управляем, я и мой брат. есть еще ряд очень важных для нас сотрудников, которые совместно с нами, то есть, не мы вместе, вдвоем, да, то есть, у нас есть около пяти человек, которые занимаются управлением бизнесом в каждом своем направлении. Мы даже не делим там члены семьи, не члены семьи. То есть, в данном случае, эти пять человек, которые очень активно занимаются продвижением. Ну это получается единая команда, единый организм. Если, допустим, кого-то из них не станет, то это будет достаточно сильный удар по организации в целом. Ну, по большому счету, да. Хотя вот мы начали вот с этого года, мы начали так называть программой наставничества, когда у каждого ключевого руководителя в обязательном порядке должен быть человек, который сможет его заменить. Поэтому сейчас мы вообще институт наставничества с этого года внедряем очень плотно по всем направлениям. И сейчас мы говорим не только ключевых сотрудников, первого звена, но и сотрудников второго, третьего звена. У каждого должен быть человек, который сможет его заменить. Если так взять и посмотреть на прошлое, за какие проекты ты гордо можешь сказать, сделал это я лично, это была моя идея, и оно принесло достаточно много полезного вам для холдинга в целом. Ну, вообще, я не любитель говорить о том, что я как-то это сделал, потому что все проекты, все проекты, которые мы делали, мы делали абсолютно со всеми вместе, поэтому были какие-то мои идеи, они перемешивались с другими идеями, уровень ответственности, да, вот за что я могу однозначно говорить, этот уровень ответственности, он всегда лежал в большей степени именно на мне, поэтому, какие вещи, допустим, важные, через которые мы прошли. Ну, во-первых, мы, я считаю, что крайне правильно поступили в преддверии кризиса 2008 года, мы предприняли ряд очень правильных шагов, которые позволили нам пройти этот кризис практически безболезненно, да, вот там конкретно мы приняли, то есть я принимал в этом участие, я считаю, что мы прошли его достаточно хорошо. Если говорить о еще каких-то проектах, да, они связаны в большей степени с нашими брендами, которые мы запускаем, да, потому что те бренды, которые мы запустили, во-первых, они заняли дополнительную долю рынка, рынка, они приносят нам дополнительную прибыль, поэтому, то есть я непосредственно принимал участие в этих проектах, сейчас они достаточно успешно развиваются, что самое главное, у нас есть четкое видение, куда дальше двигаться с этими проектами и не только на территории республики налоговой, поэтому, то есть, наверное, какие-то вот ключевые моменты больше связаны с брендами, ну и плюс с рядом таких вот совместных ключевых решений, которые мы принимали и принимаем, сталкиваясь с какими-то изменениями на рынке. А если примеры какие-то взять конкретные, то есть какие проекты и что они принесли, в каком пользу они принесли компания? Ну, допустим, наверное, Велопора, если это посуществует, если мы говорим о проектах, брендах, то есть мы делим бренд, а бренд уже в данном случае подразумевает под собой ряд, большое количество проектов инициатив. Вот есть бренд «Гуру Кайнаруль», в течение 24 лет эта марка у нас есть и в течение лет 15 они занимают первое место на молдавском рынке. Поэтому, то есть, более того, в ближайшие несколько лет у нас уже есть четкое понимание того, как сделать, чтобы этот продукт не останавливался в развитии. Понятно, что взлететь ему достаточно сложно сейчас, но удерживать его на том уровне, который у нас есть. С этим брендом связан у нас проект «Велохора». Велосипедный проект, который знает уже, наверное, большая часть жителей Кишимева точно, но и Молдовы тоже. Это, наверное, один из самых больших проектов этого бренда. То есть, нам очень нравится, лично, лично мне нравится этот проект, потому что, во-первых, он привел какие-то структурные изменения. То есть, мы видим, что, скорее всего, он мог повлиять на общее количество велосипедистов у нас в стране. Если первый год это было тысячи человек, даже чуть меньше было 600, то на шестой год это было больше 10 тысяч. И более того, буквально еще два года назад это был самый большой белопробег на всем по советскому пространству. Даже в Москве не собиралось такое количество людей. В Киеве не собиралось. То есть, мы общаемся с людьми, которые занимают организацию всего этого направления. Буквально в Москве в прошлом году они создали набор. Не то, что создали, а собрали там 2015-2018, но Москва большой город, собрать 15 тысяч для Москвы это клевое дело. А в Молдоме, то есть, мы собирали этих людей 6 лет и нам этот проект крайне нравится. Есть еще ряд других проектов, связанных с брендом Ом. То есть, мы запустили суббренд Ом.Актив. У нас есть ресурс сайт Ом.Актив, на который мы достаточно неплохо тратим. И он в данном случае, мы хотим его сделать исключительно полезным. То есть, с этим брендом мы хотим изменить вообще ситуацию в Молдове относительно здорового образа жизни. То есть, мы хотим, чтобы бренд стал источником структурных изменений в направлении здорового образа жизни. То есть, не просто продавать бренд, проводить успешные рекламные кампании, а сделать так, чтобы бренд стал действительно источником изменений в стране. Вот так мы будем теперь работать над каждым брендом. Данил, скажи, пожалуйста, получается, судя по тем проектам, которые ты назвал, Велокора, Ом.Актив, вы являетесь инноваторами. То есть, вы на самом деле вносите определенные коррективы в лучшую сторону общества молдавское. Откуда лично ты берешь энергию, идеи, и как получается собирать такую креативную команду, как ты сам говоришь, что это не только твоя заслуга, а заслуга целой команды. Каким образом происходит вот этот отбор лучших, которые помогают тебе развивать молодьи их делами? Я не знаю, слушаю честно, то есть, это какое-то везение. Везение с людьми, да, потому что сейчас мы собрали достаточно хорошую команду, которая знает, что делать, знает, как делать, куда двигаться. То есть, собрались и в отделе, и в компании вообще. А каким образом это знакомый знакомых, либо это себе, которая отбирается благодаря различным сайтов. Это по-разному, это совершенно по-разному. Есть люди, которые приходят по рекомендации, есть люди, которых мы собираем, которых мы собираем. Но один из ключевых людей, который работает, который входит в пятерку, людей, который пришел к нам на собеседование, буквально, чуть ли не по объявлениям. Это было много лет назад, но тем не менее, то есть, как-то все сложилось. Я не могу сказать, что у нас есть какой-то один надежный источник, который поставляет нам хороших людей. Нет, все очень, все очень так, связано как-то с удачей, с везением. То есть, мы собрали эти люди, мы просто знали, какие нам люди нужны, поэтому, конечно, не всегда это удача. Попадаются разные люди, которые, ты понимаешь, что да, он твой, наш человек, а потом он, оказывается, не наш человек. То есть, это, наверное, связано с везением. А вот, допустим, принцип твоей работы с командой. То есть, у тебя демократия, жесткий график, по которому сегодня вы должны быть с этого времени, по этому времени будет выполнен план, не получите ященко. То есть, вот как проходит у тебя коммуникация с твоей командой, потому что у тебя отдел креативный, а это особая структура. То есть, как правильно, грамотно работать с креативным отделом? Немножко у нас отличается, конкретно в нашем отделе, немножко отличаются правила от работы всей компании, потому что вся компания работает там, от звонка до звонка, особенно, если мы говорим в отделе продаж, время или вовремя прийти, да, это крайне важное качество, поэтому там действительно, там нужно быть 8, там все достаточно жестко. Здесь у нас в отделе, я назову это более демократичным подходом, я не вижу смысла в четкости приходы и ухода, поэтому у нас совершенно свободный график. Плюс у нас отсутствует необходимость присутствия в офисе, то есть, если человек для себя решил, что он будет более эффективен там работе дома или без какого-то кафе, мы абсолютно не запрещают. Это у нас уже достаточно давно, уже года 4, может быть, То есть, если я устраиваюсь на работу в конкретный отдел маркетингу, то у меня нет графика четкого, у меня нет такого, что с понедельника по пятницу и с 10 утра до 7 вечера, да, абсолютно. то есть, у нас люди могут в течение дня сходить, я не знаю, в фитнес-зал, они могут, я абсолютно, то есть, веду к тому, что сотрудник абсолютно не переживает на тему того, чтобы мне сказать, я, можно вот я сейчас там, или не можно, а я отлучаюсь, да, и указывать, допустим, что он уходит по своим личным делам, вот в этот промежуток времени. Это одна история, да, но вторая история, это не говорит о том, что, то есть, у нас достаточно много проектов, это не говорит о том, что люди не должны их сдавать вовремя. Вот здесь у нас все достаточно принципиально. Во-первых, что является принципиальным? Первое, это собственное планирование, да, то есть, я большой поборник планирования, четкой постановки целей их задач, сроков выполнения, то есть, поэтому я отпускаю человека с точки зрения того, во сколько он там ляжет, во сколько он придет, но я люблю большую четкость в том, что человек будет делать в течение недели. Поэтому все сотрудники четко ставят перед собой цели и задачи на неделе, все ведут свои календари планирования, которые мы согласовываем, да, то есть, у нас есть определенные планили, я свою календарь на неделю делаю в субботу, сотрудники видят, они свой календарь делают, допустим, на пятницу, мы согласовываем встречи, мой календарь личный открыт для каждого сотрудника, он видит, может быть абсолютно все, что я делаю. Да, то есть, он абсолютно открыт, может мы в данном случае работаю с гугл календарем нам пока это удобно любой сотрудник мой календарь открыт они могут зайти посмотреть назначить мне встречу я очень не люблю спонтанных встреч могут назначить мне встречу точно также и я то есть если мне нужен какой-то сотрудник в такое-то время его приходит приглашение поэтому у нас у всех сотрудников есть календарей я периодически захожу на календаре смотрю насколько сотрудник эффективен и так далее плюс есть четкие постановки цели задачи которую сотрудник должен выполнить не только на неделю то есть мы вообще просим наших сотрудников составлять свои личные планы я за то чтобы сотрудник составлял свои личные планы на год если сотрудник не может ничего сделать по отношению к себе то навряд ли он сможет что-то сделать относительно того бренду поэтому я прошу чтобы люди ставили четкие цели и задачи относительно себя потом относительно работы мы все это утверждаем лишь у нас такой каскадный принцип от года до недели конкретного дня вот здесь все принципиально сотрудник должен четко планировать четко понимать что он должен сделать и когда он должен получить стране понимаете я устраиваюсь на работу к тебе упадем маркетинга у меня есть плюшки это такие как я могу в любое время прийти бы смогу не приходить в офис то но в свою очередь я должен выполнять в итоге я должен пользоваться календарем потому что всем пользуются и есть какая-то программа где вы ставите задача а что за программа но смотрите то есть у нас нету каких-то таких больших корпоративных софтов да мы пробовали огромное количество разных программ и так далее сейчас мы пришли к нескольким услуги ну то есть личное планирование рабочее планирование мы берем гугл коридоре он связан абсолютно со всеми личные цели и задачи мы мы пользуемся треба нам очень удобно то есть опять же все доски открыты в требовать понятия досок это надо это то есть они абсолютно открыты я могу зайти в любую доску посмотреть сотрудник по итогу неделю открывает свою доску показывает все эти цели задачи которые наметил показывает их выполнение и так далее плюс для планирования мы используем еще такие миндома карты надо показывать то есть для больших проектов у нас есть отдельные карты которые мы в деталях расписываем как эти проекты будут двигаться потом уже и дальше переносим планирование там они связываются google галендарь очень достаточно практичный удобный мы связываем карты с календарем то есть мы видим как то планировать стрела точно также связывается с календарем мы видим дела видим цели и задачи то есть фактически мы используем таких вот три программы это тело миндова и а бывает такое что маркетолог он ну допустим он не находится в офисе ну допустим он может в 11 вечера дома поработать конечно то есть вот такое происходит вообще не ограничено то есть не имеет вот такая практика самого сотрудника то есть он позволяет себе вот допустим в 11 вечера но мы бы вы часто бываем сотрудниками переписываемся по работе 10 начале 11 там но то есть я вообще то есть не помню такого случая чтобы я могу там написать кто-то мимо меня там проигнорить и сказать ну простите там мой график закончился я ну просто я сейчас занят из обычно штата ребята ребята в данном случае я всегда что для меня крайне важно то есть это молодые все ребята на я им говорю что особенно тех кого нет отношений фактически то что сейчас они делали самое главное в их жизни и и поэтому выполнять самую главную вещь и нет и не быть не быть в ней целеустремленным инициативу это значит ну вот просто прожигать эту жизнь просто так поэтому когда а сотрудник который хочет быть действительно эффективным и расти он должен быть крайне инициативным поэтому он в принципе не может быть человеком работы с 8 до 5 он должен должен быть в работе по большому счету 24 часа сутки я не могу сказать что я там в три ночи с вами говорю сотрудниками но мы по работе общаемся можем рано с утра и кончаем очень позднее вечером это никого абсолютно не тревожит а суббота воскресенье у нас суббота официально рабочий день но для нашего дела мы говорим о том чтобы то есть сотрудник по надобности приходит в офис или не приходит на работу я всегда стремлюсь к тому чтобы суббота была день который сотрудник может уделить конкретно себе он может прочитать книгу посмотреть семинар сходить на мастер-класс более того мы сейчас вот даже буквально вчера бы говорить что в субботу в 11 время ходить в офис и смотреть какой-нибудь супер-классный фильм всем отделом да но мы обсуждать ну то есть я стремлюсь того чтобы сотрудник этот день посвящал себе и обучению себя и рост у себя если он не убивает это течение дня я очень люблю читать чему способствует чтобы там через не учились читать не с точки зрения там бог с точки зрения количества материала до чтобы учились читать мы потом что-то обсуждаем это начнет чтение я знаю что у вас есть библиотека это это название библиотека физически есть библиотека да у нас есть физическая библиотека она находится не в этом офисе находится в другом офисе а сколько книг ну где то две с половиной тысячи я эту библиотеку собираю обладать я могу точно собираю я лично покупал каждую книгу Ты всех их прочитал? Нет, я не всех прочитал. Но я прочитал достаточно. Я не могу сказать, что там много, потому что я всегда не удовлетворен тем, сколько я читаю. Но я стараюсь читать достаточно много. А сколько ты читаешь, если взять неделю? Как-то каждый день по полу часа? Я где-то просчитывал, где-то около 60 книг в год я читаю. 60-65 было. Общее количество, которое я прочитал. Это то, что я успеваю. Я хочу гораздо больше. Но это то количество, которое я успеваю. Это книги, которые я читаю, и книги, которые я слушаю. Читаю или больше. То есть около так, от 60 до 70 книг в год я читаю. Так эта библиотека, она для кого? Она для сотрудников? Она абсолютно для всех. То есть каждый человек может прийти к библиотеку. А не бывает такое, что сотрудник взял и не вернул книгу? Нет, есть специальная программа, которая отслеживает. То есть у нас есть библиотека. Отвестный человек, да. Отдельная должность? Нет, человек просто совмещает. Тоже любит читать, и ему нравится все это дело. Я очень люблю книги у нас. К сожалению, не все любят читать. Это обязательно? Это не обязательно. Вот если я сотрудник? У нас в отделе. У нас в отделе. Если мы говорим про наше в отделе. Я не заставляю сотрудников. Но я всем видом показываю, что читать. Что важно. Да. Что читать обязательно. Поэтому, то есть, когда что-то попадается, да. То есть у меня есть привычка делиться всем, чем я интересным читаю, допустим. Кроме книг я читаю еще большое количество. Я подписан на какие-то журналы. На какие-то там ресурсы, которые я читаю еженедельно, да. То есть у меня очень четко распределен график. Я вообще, как я видел, я уже не буду планировать. Поэтому у меня буквально каждую минуту с понедельника по субботу очень четко. Четко я буду знать, что я буду делать. И поэтому, то есть, у меня есть дни определенные по направлениям, что я читаю. Поэтому я с удовольствием делюсь со всеми сотрудниками. Прочитываю любой материал в журналах или где-то в интернете. Потому что информации достаточно много. Поэтому, то есть, хочешь не хочешь, надо читать. И люди, которые не читают, они начинают отставать. Они это чувствуют. Скажи, пожалуйста, а вот если так взять? Мне очень понравилась история этого отдела маркетингового. Часто встречаются сотрудники, которые хотят, чтобы до шести или до семи он работает, а потом чтобы его не трогали. Почему? Потому что он хочет не думать о работе. У нас таких нет. Вот просто физически он не хочет думать о работе. Это только в отделе маркетинга у тебя творится? Я хочу, чтобы мы все четко понимали. Для того, чтобы быть эффективным, для того, чтобы быть лидером, для того, чтобы быть лучшим, ты не можешь в семь часов оставить всю историю и просто про нее забыть. Да, ты можешь отвлечься на что-то. Допустим, у тебя есть твое хобби, у меня есть мой ребенок. Я не могу думать во время работы, когда мы играем в Windows. Есть такая игра. Да, или когда мы играем в Imaginary. Но в любом случае, то есть мысли о работе, они есть всегда. И порой зачастую какие-то идеи приходят, когда ты не сидишь за рабочим столом. Поэтому просто целенаправленно забывать, ну ты очень серьезно. Потом, когда ты читаешь вещи и так далее, ты все равно связываешь это с работой, какие-то проекты и так далее. То есть невозможно. Я думаю, что человек, который работает с 8 до 5 и потом не помнит, это человек, который вряд ли чего-то подобрется в жизни. А это во всем холдинге такие люди? Или это только в вашем отдельном маркете? Я не могу сказать, что да, положу руку на сердце, что все люди у нас хотят работать больше и так далее после семей. Конечно, есть люди, которые хотят работать до 6, до 5, до 7 и всю эту тему закончить. Но те люди, которые занимаются управлением и те люди, от которых зависит достаточно много, это люди, которых мы не заставляем. Я очень скажу честно, я вообще не люблю людей заставлять что-то делать. Нет смысла. Вот создавать внутренний рычаг, который бы тебя толкал, это да. А составлять человека нет смысла. Но как все-таки многие стараются, мотивируют, пытаются донести до менеджера, неважно какого отдела, о том, что для того, чтобы добиться больших результатов, нужно много работы над собой, нужно обучаться, нужно читать, это важно. И как бы сотрудники кивают, кивают, но как только пропадает контроль и руководитель, который вдохновлен этим, они перестают это делать. Каким образом вот происходит у тебя в отделе? Либо ты являешься, как пример, ты всегда это контролируешь и мотивируешь, либо вот сотрудники сами понимают, и они даже без твоего вмешательства сами себя. Ну вот смотрите, то есть у нас есть, кроме там жесткого нашего планирования, потому что все, что касается планирования, это все достаточно жестко. Кроме нашего жесткого планирования, кроме там бюджетов и так далее, я стремлюсь к тому, чтобы у людей были четкие планы относительно себя. И поэтому и мы в этом людям помогаем. То есть я стремлюсь к тому, чтобы наши сотрудники ходили в фитнес-клубы, я стремлюсь к тому, чтобы сотрудники ходили, я говорю сейчас, там занимались спортом, чтобы они эффективно проводили время, учились. Поэтому мы закладываем изначально и помогаем сотрудникам обучаться. Поэтому каждый сотрудник со мной утверждает свой личный план обучения на год. Мы закладываем этот бюджет. Это может касаться непосредственно той работы, которой он занимается. Это может касаться его личных каких-то предпочинений. Мы тут тоже ему помогаем. То есть я не заставляю ни в коем случае. То есть все те люди, которые двигают бизнес, это люди, которых мы не заставляем. Это люди, которые хотят это делать сами. И это один из самых главных принципов. У нас другие люди, они в принципе работать не могут у нас по-другому. То есть человек не любит обучаться, если человек не любит работать, да? Да, пусть он не работает 16 часов в сутки или 18. Человек может 8 проработать или 6 часов, но быть крайне эффективным. Количество времени здесь не принципиально вообще. То есть мы за ним не стремимся, да? Но если человек, допустим, физически на работе пробыл 5 часов, он был крайне эффективен, а потом он еще дома прочитал книгу, продумывал, ему пришла идея и так далее, это тоже рабочий процесс. Ну, мы реально. То есть я реально не контролирую, но я люблю, чтобы у человека был четкий, понятный, заполненный план для того, чтобы… Потому что план – это умение сосредоточиться, что я буду делать, насколько я буду эффективнее. Это сразу запускается процесс в голове, который позволяет тебе уже сейчас решать какие-то вопросы, а не когда это все на тебя бросается. Ты вроде в кучу всего делаешь, и по итогу ты бесполезен. Данила, вот скажи, вот в завершении нашего с тобой разговора, вот сказать нашим зрителям, вот многие, даже я думаю, ну, читать – это полезно, это надо. Заниматься спортом – это полезно, это надо. Еще там полезно и надо, и там полезно и надо. А потом смотришь на свое планирование – блин, сегодня не успеваю, завтра не успеваю, послезавтра. И так у тебя оттягивается, оттягивается, оттягивается. Есть вот какая-то методика Данила Балбана, которая позволяет тебе находить время на чтение, на посещение тренингов, на спорт, на семью, на все твои хобби. Какая методика? Что ты делаешь такого, что у тебя на все есть время? И читать 60 книг в году? Ну, во-первых, у меня не хватает на все время, это точно. Какое-то целенаправленное в моей методике. Нет, я точно так же экспериментирую, смотрю, пробую. Нужно, наверное, самый главный вопрос себе задать, который я сдаю в течение уже нескольких лет – это зачем? То есть, если читать, то зачем? Если заниматься спортом, то зачем? Если заниматься работой, зачем? Если ты для себя отвечаешь на… То есть, я понимаю, что если я не буду прочитывать определенный объем информации, я начну отставать от каких-то вещах. Плюс, элементарно, мой кругозор. Потому что я не читаю книги только про бизнес. Мне крайне нравится история. Еще со школы я… Мне очень нравится этот пример. Я читаю достаточно много книг по истории. Я понимаю, что… Ну, то есть, вот тот интерес, который меня захватывает, то есть, я просто не буду его получать. Более того, ты как-то кругозору себя расширяешь. Если я не буду заниматься и уделять время лично себе с точки зрения спорта, то придет то время, когда ты пополнеешь, тебя развезет, у тебя будет подниматься давление и так далее. То есть, я делаю сейчас это, отвечая на вопрос, зачем? Зачем? Чтобы элементарно чувствовать себя лучше, прожить дольше и быть более эффективным. Потому что, когда ты начинаешь болеть, и когда тебе петух жареный плюет, то есть, какой смысл? Тем более, сейчас мне 35 лет, ну, то есть, доказанный факт, что там от 30 до 40, 45, если мы закладываем фундамент какого-то, какой-то привычки, правильный движение вести, ну, условно, правильный образ жизни, то ты гораздо отсрочишь свой уход. Поэтому, то есть, у меня цель прожить лично это 90 лет. Я сейчас, вот на вопрос, зачем, да, я занимаюсь спортом и так далее, не потому, что им нужно заниматься. Во-первых, мне это нравится, я бы четко для себя понимаю. Во-вторых, да, это возможность, это возможность прожить лично в этапах дольше. Понятно твоя корыстная цель всего этого. Друзья, со своей стороны, я вам желаю больше читать, посещать тренинги, развиваться, заниматься спортом и жить как можно больше своего удовольствия, свой кайф. Мы были в гостях у Данила Балабана. Данил, ты меня заведел, я прямо сейчас пойду почитать, чтобы было реально очень интересно. Спасибо.